Здравствуйте! Пятница. Новая история. На берегу одной реки жил рыбак со своей семьёй. Давно прошли те времена, когда всё у них было хорошо. Рыбы ловилось много, хватало самим на пропитание, да ещё и продавать. Возили на ближайший рынок и на вырученные деньги, подчиняли своё хозяйство, и всё потихонечку шло своим чередом. Но почему-то рыба становилась в реке всё меньше и меньше. И сейчас с Настей уже обветшали, лодку новую купить было не на что, старая постоянно ломалась, и каждое утро у рыбака начиналось с того, что он чинил и чинил свою лодку. И вот как-то однажды в эти места забрёл старик и попросился к ним на ночлег. Семья рыбака его радушно приняла. Поужинали, чем Бог послал, спать его положили в самое лучшее место. Утром старик, собираясь в дорогу, спросил рыбака, чем я могу тебя отблагодарить. Рыбак, видя, что старик одет не очень богато, сандалии его изношены, усмехнулся и сказал, «Дай мне совет, как мне выбраться из этой нищеты?» Мудрец усмехнулся в ответ и ответил, «Хорошо, вот тебе мой совет, утопи свою лодку». С этим и ушёл в освояси. Рыбак задумался. И мысли его были о том, что старик сошёл, видимо, совсем с ума. Как он может утопить свою лодку? Как он будет тогда добывать рыбу? Что они будут есть? И вот жизнь пошла своим чередом. Но рыбы становилось всё меньше и меньше. И вот уже частенько случалось такое, что даже ужинать они ложились на пустой желудок. Но однажды в тех местах прошла буря. Буря была сильной. И лодка разбилась, а сам рыбак еле выжил. Делать нечего. Они собрали свой немудрёный скарб и снялись с насиженного места. Долго ли коротко шли они, и дошли они до большого рыбацкого посёлка. А уж каких там только не было лодок, и огромные яхты, и маленькие лодочки. Сел на берегу рыбак и закрученился. Своей-то лодки у него не было. Вот он сидит, горюет, смотрит на лодки и подмечает. У одной лодки краска облупилась, у другой лодки винт отвалился, третий вообще того гляди развалится, на четвёртый требуется ремонт. Он в этом деле хорошо ведь понимал. Свою-то лодку он чинил каждый день. И он начал чинить лодки в этом рыбацком посёлке. Прошло немного времени. Слава шла по городам и сёлам, проумельцам, которые могут починить любую лодку. У человека, у этого, у рыбака, был уже свой дом и не маленький домик, а хороший дом со своим садом и огородом. А уж о том, чтобы голодать, и речи не было. Как часто бывает так, что человек до последнего держится за старое и страшится перемен больше, чем привычных тягот и горестей. Но ведь перемены, как бы они ни начинались, всегда ведут к лучшему. Главное, чтобы человек их увидел и принял эти перемены. Всего доброго! Субтитры сделал DimaTorzok